кто мне звонит я не звонил мне позвонок пришло я принял а вы все тоже в этом как в эфире что ли да слушай я вчера забыл думал что вторник я что-то забыл это про скайп 18 часов ну у меня так же что я ведущий тоже забывал что-то нет ну ладно все спрашивали вчера про тебя почему тебя не было а я тебе звонил и ты не была вчера так что я не видовал а у меня я не знаю я никто мне не звонил если бы ты был в сети тогда бы ты был а раз тебя в сети не было как ты можешь утверждать что я не звонил а выключен у меня был этот самый а у тебя выключен а я виноват что я тебе не звонил ты так и говори что я был отключен и если вы мне звонили то не могли бы дозвониться все это другое дело ага ну вон как это да Игнатий Тихонович заболел молитесь ты вчера вот не был вчера мне его в больницу отвозили утром у него нога сильно болит так что помолись там может Господь твоим моим трудом кто болеет Игнатий Тихонович да ой и утром возили в больницу на обследование я же почти помилы страшный театр который был да вот он с вами сидит живу здорово улыбается так здорово привезли нормально я сейчас прочитаю данные какая аппаратура там была что там было показано и общий результат я его выставлю отдельно заключение ЛПИ З берцовой артерии справа в пределах нормы П на правой стороне артерии справа в пределах нормы берцовой артерии слева в пределах нормы и П в пределах нормы вот все это тут такие цифры я все все написал это снял результат нижняя полая подвздошные вены с обеих сторон проходимы стенки не утолщены патологоанатомических структур в просвете не определяется кровоток синхронизирован вздыхательным циклом скоростные характеристики кровотока в пределах нормы Бедренные подколенные вены с обеих сторон проходимы стенки не утолщены патологических структур в просвете не определяется компрессивность вен сохранена кровоток синхронизирован с дыхательным циклом скоростные характеристики кровотока в пределах нормы берцовые вены тоже удовлетворительные подкожные вены проходимы там аппаратура страшно какая заграничная там меня всего перемазали раздели до трусов патологических структур в просвете не определяется компрессивность сохранена в подкожные клетчатки левые голени лациируются анехогенные линейные структуры не связанные с магистральными сосудами придающие клетчатке сетчатый вид заключение признаков тромбоза в системе нижней половой вены не обнаружено признаки отеха подкожные клетчатки левые голени Шульгина Людмила Эдуардовна и Стрельникова Ольга Валерьевна ну и слава богу что тромбоз 4 часа таскали по разным кабинетам 2 рентгена прошел все анализы одно жалко 3 полных каких-то такие ампулы с меня крови там выкачали крови ну не страшно я говорю а вы ели сегодня так мне ничего не сказали картошку с тыквой ел ну это махнули рукой это не мясо так интересно но самое интересное что я сейчас готовлю ролик к вечерам запишем там работает профессор доктор медицинских наук Долженко Дмитрий Андреевич и мы с ним сфотографируемся он мне делал операцию на позвоночнике одна из самых тяжелейших операций у меня у меня три грыжи одну грыжу он вырезал так и настолько успешно было он говорит едем сейчас с санкт-петербург и там я буду доклад делать вас помяну вот как ну дескать обычно то сколько стоят там на четвереньках а я уже на третий день пошел гимнастику делать там внизу меня один мужик увел я в коляске такая по краям как бы ну контур такой он проходит останется ты мужик что тут с телегой возишься с бричкой с этой брось ее у тебя должны быть мускулы мускулы там которые даже я то это понял попросил Виктора Андреевича в спортзал меня увести и лежа делал гимнастику что вот это бандажи разные делает это тебе не поможет ты мускулы наращивай ну вот я сегодня уже на ноге хожу что не могли определить крещер определение только хотят дать все там какие там я не знаю каких званий у них ну один там вот этот только я сказал кто и все нормально но от чего у меня вдруг вступило когда я сидел я говорю ну мое то мнение почему не спрашиваете мне кажется от чего меня вот 13 дней в морозилке держали когда меня арестовали а потом у меня здесь то холод то я надену хорошие носки мне с собачьей шерстью связали да под тремя там этими покровами когда в избе холодно в избе то холодно а ноги то у меня как в жару это не вредит они говорят нет где то когда то был удар когда то и воспалились нервы они подумали какая то рожа подкожная даже не слыхал такое то проверили ничего нету и точно сказать от чего причину так и не выявили у меня вчера после обеда это обнаружилось я встать не мог ногу задеть нельзя как перешибленная внизу где подошва с обратной стороны это ну выпуклая нога ну Николай Крущина туда-сюда возил меня он приехал потом уехал и через 4 часа меня забрал я очень и очень доволен какие врачи ласковые внимательные и всем там подарил лизитки свои ну и маленько что то сказал вот так прошел мой сегодня до обеда день благодарю всех за молитвы везде молились и звонят сейчас еще и да ой ой как как я говорю да я то пошел наказы дал как меня хоронить а вы только в сапогах вот сегодня ролик я выставил хороните меня в сапогах в моей робе тюремной в заплатах вот ну и все наказал меня не обмывать и не обтирать вот как есть таким и ложите но евангелие ламинированное на грудь новый завет и чтобы на кресте всегда было новое евангелие берите кому надо я хочу из могилы проповедовать вот так кстати можно ну давай слушай вот ты шерстил все время и бегал и хорошо и по деревне и туда и сюда и здоровье было у тебя хорошее оно и есть оно и есть и есть а вот будешь сидеть за компьютером таз всему здесь проблема вот таз а таз там все сосуды сходятся тазовой части и вот когда еще так сидишь вот эти сосуды пережимаются и крот перестает ходить и ты можешь просто вообще со стула упасть так вот послушай Михаил Гордеевич ой это это Федорович вот Гордеевич тебя назвал обольди подожди еще немножко скажу так вот ты послушай послушай да когда книги я издавал девять лет не вылазил с компьютера у меня уже должно было проявиться это девять лет больше тридцати тысяч часов и после этого и у меня не уменьшилось а увеличилось я уже пятнадцать так четырнадцать там сказать сколько сейчас скажу сколько ну даже трудно представить уже около восемнадцати лет я не вылазил из-за компьютера в среднем по пятнадцать часов каждый день да я давно бы сгорел и вот сейчас преподают здесь институт высший какой-то институт милиции и там Баумтрог преподает он говорит ваш опыт мы передаем сейчас милиции студентам вы ну как бы вхожу я уже почти почти наверное вошел в этот журнал Гиннеса в таком возрасте столько делать сидеть за компьютером а почему не ослеп каротин морковка на мелко натертая каждый день утром вечером в обед так что я благодарю за заботу Михаил Федорович но уже все позади мало ходить почти все это накладывается да 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 вот я теперь решил гулять ходить каждый день на мост через опи тут несколько километров но мне одному ходить не с подручных как бы со мной собака Сережина была араган тут бы я ходил ну как ее будешь брать без собаки можешь ходить никто тебе не нужен ты сам как собака никто тебя не тратит ты бы знал что пишут пишут что Сережа Сергей вот когда это вот немножко раньше неделю две назад скайп когда мы значит полтора часа а потом когда на меня все переключили и мы еще тут говорили около четырех часов и я когда вышел я же как-то был включен говорил говорил в общем общались общались я вышел у меня сто восемьдесят четыре единицы давления поднялось ну это четыре часа просидел за компьютером вот так сутулившись вот чем дело ты посмотри послушай когда я провал начитанное мной златоуста у меня было я так посчитал ну сколько дней один день у меня что 14 часов следующая 16 18 20 22 и последний день 24 часа не выходил из-за компьютера я живой остался почему я для бога это делал для бога потому что ты как пёс гончий а я-то как поросёнок на затлане приготовленный ну ты чё сравниваешь на меня с собой у тебя там две жердочки там всего там ерунда и живота-то нету а у меня-то вон чё ноги какие животина вон как это себя бы сегодня если на моём месте ты был можно было пол ведра взять крови и ты бы не заметил а у меня в ампулы три ампулы так я аж глаза на неё вставил думаю что ж она делает-то ампулы такие с палец с мизинь с мизинь ты бы сказал сказал что у меня крови то нету но я не посмел сказать но кое-что сфотографировали самое главное где вот это а немецкая или какая аппаратура и они меня все вены прослушивали мазали меня вазелином со всех сторон ну правильно правильно ооо какая вот всё написали каждая вена с какой стороны какая но это вообще техника вот под вздошные вены я-то прохожу в диагностическом центре там аппаратура в Алтайском праве диагностический центр самый хороший ты там наверное и был так вот под вздушные то я тоже знаю у меня тоже в заключении есть что вот там да тут и это проще меня в краевую возили в краевую в краевую девятиэтажку там за городом за городом а ну там я знаю на горе но какие врачи ласковые какое внимание оказывает даже мне головы поднять не хочется смотрю старые люди меня зачем сюда привезли к старикам то они любят они любят нас стариков потому что чем скорее залечат тем пенсионный фонд деньги сэкономит ну правильно мне вчера скорая была написала я не поехал ну не распишите что не поехал я говорю а если ничего не обнаружите ночь уже 11 часов что дальше куда вы меня будете девать ну вы домой я наступить не могу куда я пойду и я отказался а сегодня меня на машине туда-сюда и ну все получилось благополучно и пришел и уже пообедал хорошо я благодарю вас всех я знаю вы сочувствовали молились и но ничего нигде не обнаружено нигде я говорю а что именно причин несколько но пока точно не могут сказать данные списали опять мочу кровь взяли по второму кругу пустили но не могли определить я рассказываю еще в один кабинет какой-то сидит здоровый мужчина я ему все рассказал как есть он повел в другой кабинет для них непонятно как это вчера было сегодня отека нет почти нету краснота исчезла и я почти уже хожу маленько прихрамываю что это могло быть я говорю у меня у отца ноги болели это может наследственное а второе меня же ну терзали то как вот у меня нервы это нервы воспалился я говорю может быть может быть но это пока не показывает у нас вроде как аппаратуры такой нет или еще но я просто прокатился сейчас только звоню Виктору Андреевичу не думай брать лекарства никакое лекарство не приму мне ничего не давали мне только определяли они болезнь что вчера напугали что тромбоз тромбоз а тромб это оторвется в сердце мгновенная смерть оказалось нету нету ни тромба ничего нету я просто очень очень вас всех благодарю потому что отовсюду сейчас звонят звонки смс я даже не знал сколько у меня друзей вот я у меня день рождения был мне поступило поздравление больше тысячи я думаю у путина столько нету и все не просто так а с епархией с местной там архимандриты я говорят то они против нас патриархии ничего подобного но я думаю они писали не без ведома митрополита из разных стран с канады с америки с австралии и люди вы наш духовный отец мы через вас пришли в православие я говорю я знать не знаю нарожал вас откуда было как будто по пьянке мужик какой то я ваше я ваше отвечать за всех детей придется да да я знаю я знаю ну простите ради христа я у всех прошу прощения пошел наказал все рассказал где меня хоронить около мамы потеряевки у меня уже наказов сколько дано я говорю когда поехали вот в эту в дальнюю поездку там до португалии то прошел я весь все анализы и слуховой мне аппарат новый выдали там какой то не знаю сюрихский какой то очень ценный все это Виктор Андреевич не говорит сколько заплатил составили завещание перевели его на английский немецкий французский это переводчикам за все заплатили и в нотариусе все заверили как меня вывести из-за границы если я отойду я говорю вы меня в кашму заверните как киргиза и ящиками с книгами завалите там и никакая тут комиссия меня не найдет а до двой приедете тут тогда уже наши разберутся я это в роликах все слышал а вот ты меня то потеряевку дешевле похоронить то будет увезешь туда в потеряевке вообще бесплатно кроме гроба мы не обиваем за землю не платить вот гроб я думаю заготовлю сам но если ты закажешь ты слушай ты не со мной только говори с Володей он твой опекун и это все сделает увезут похоронят и каждый год там панихиды совершаются это вообще так тебя хоронить то у нас два кладбища одно соробряческое другое не коньянское тебя на каком похоронить то у нас все на соробряческом чтобы не оскорблять там чувства у нас этого нет 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 у нас борются со слезами я говорю не оскорблять своей хроминой ну все на соробряческом потому что там маленько чуть подальше и там никогда в последнее время не хоронят все хоронят на этом на нашем кладбище на соробряческом в двоеданском кладбище да и у нас там у меня там тополя растут и везде скворечники висят там тебе будут скворцы петь слушай лежи вон на двоеданском кладбище это мое и твое тоже там место на двоеданском ты Володе только накажи это Володе накажи и в писенном виде напиши бумагу обязательно чтобы родственники не претендовали на тебя мертвого слушай это я держу в курсе держу в курсе это дело мы сказали Олег Пантелеевне этой Петеримовой чтобы она сделала завещание она тоже говорит хочу в Потеряевке потому что здесь на кладбище не найдешь через год придешь ты ничего не найдешь тут город настоящий правильно так что ты вот считай что с Володей говори и тут тебя зимой это значит на машине довезут а потом на снегоходе десять километров хоть раз прокатишься ну хорошо хорошо слушай Игнатий надо бы пару слов сказать только т т т т ну это не будет потом когда нибудь Володе передай напиши на бумажке мне говорить нельзя я все выставляю ты уже это знаешь ну вот да я думаю что ну там нет мы сейчас говорим нас слушают т т т т т это не надо мне я никаких тайн не люблю особенно вот когда в тюрьме идешь я хочу тебе сказать вот теперь попробуй высуши его а он уже на шконке на версии сидел и болтал а теперь поп меня заложил поэтому я от тайны всякой решительно поворачиваюсь и выбегаю вот видишь да вот видишь вот это бумаги которые здесь написано все выборки сделаны ну да я хочу насчет них с тобой поговорить да просто т т т т т а зачем мне это все ну ладно ладно ничего нельзя не говори потом отдельно будешь поговорить то нас слушают сейчас хорошо ладно ну все просто у меня вопросы есть некоторые ну давай скорее а то я отойду сейчас ну и все и я отхожу ну так давай говори какой вопрос а то может я умру до вопроса то ха 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 у меня личного характера ну ладно лично не надо не люблю и запрещаю говорить отдельно где то напиши или как ну зачем мне это ну я всем вам кланяюсь низко как к врачам. За любовь вашу, за заботу, за молитвы. Кто кому сообщит, я не знаю. Утром стою, прямо скажи, со всех сторон звонят. Я говорю, откуда вы-то знаете? Говорят, телефон плачет. Вы нам нужны. Вот я думаю, да себе. Я собрался уходить. Я тут ни при чем. Я не знал. Я вообще не знал. Не входил. А один в интернете пишет. А вы слышали-то? Лапкин-то Игнатий умер. Умер. Ой, а сколько лет собирался поехать. А другой говорит, да он живее всех живых. Он говорит, ну тогда ладно, еще успею. Слушай, за долголетие наше придется рассчитываться. А долголетие знаешь, кому обещано? Чти отца и мать, и будешь долголетен на земле. Это я знаю. Хорошо знаю. Да. А вот вчера слушал по канаву Союз архимандрит Мелхиседек в Ясенево, настоятель храма. Только забыл, какой храм. И вот он это сказал. За долголетие мы рассчитываемся своей там старостью ипокондрией, там болезнями и прочее, все такое. Вот чем дело-то. Лучше умереть молодым и здоровым-то. Вот чем дело. Я гляжу, там на колясках возят, говорят, у него долгожитель. Что толку? Ты отвлекаешь здоровые силы, за тобой ухаживают. Я этого не хочу. Не хочу. Вот именно. Я тоже боюсь. Я на рано. А приехал Никита и говорит этому Виктору Андреевичу. И говорит, Виктор Андреевич, мы с Игнатьевым работаем, он говорит, абсолютно наравне, да еще и больше нашего делать. Пилим, я лезу на деревья нынче, там спиливаю, там камни таскаем, бетонировать надо, печь, я лезу на крышу. Почему? Я не чувствую возраста. Вот вчера меня стукнуло. Вижу, вижу, вижу. Это внутренний огонь. Вот желание быть полезным, хоть маленько чем-то. На будущее лето, если буду жив, к Никите попрошусь на постоялый двор. Ну что ж, пожалуйста. Ну ты наши условия знаешь, бороду не трогай. Не трогай. Не курю. Ну не куришь, это хорошо, похвально. Вот теперь не пей, не ругайся. И бороду не трогай. Поясок наденешь. Ну бороду, ну не могу спать. Ну пусть не спишь. Два-три дня не поспишь, потом тебя за ноги тащи, не услышишь. Это разговор только один. Я не могу. Это сатана тебя поджуливает. Все с бородами святые на Христа посмотри. Что ты выдумываешь-то? Ты бороду не трогай. Тебя все куда отправили, этих, в подводной лодке показывают. Немцы на три месяца уходили. Все до одного с бородами. На Северный полюс, русские были, челюстинцы. На подводной лодке? Да. В той дизельной-то? Да, да. Там не было воды-то вообще, там бить нечем было. Я видел это в интернете. Немецкие лодки, немецкие. А еще бы брился там еще, разбрел. Ну вот такая история. А на атомной подводной лодке, там сейчас место для курения, Давай расставаться, а то мы пойдем не туда уже. Все. Отключай меня. Отключай. Отошел. Давай, вот, выключи. Еще кто-то остался. Что ж такое тут, а? Рук-пойте ... Продолжение следует...